Клещи, как известно, опасны тем, что являются переносчиками клещевого энцефалита заболевания, а также такого заболевания инфекционного, как бириллиоз или болезнь Лайма. В холодное время клещи прячутся куда-то в теплые места, то есть это кора деревьев и так далее, а в летнее время они начинают уже выходить на поверхность и тем самым сидят на листочке дерева, травы и т.д. и человек, когда проходит рядом, он может его зацепить и дальше он уже присасывается к телу человека и тем самым может передать именно во время укуса своего клеща передает вирусы клещевого энцефалита или же бириллиоза. Это обычно инкубационный период от 7 до 21 дня и это обычно начинается с температуры, головная боль, слабость, недомогание, то есть основные симптомы. То есть мы даже, когда пациенту ставим иммуноглобулин, рекомендуем наблюдаться в поликлинике у невропатолога и измерение температуры дважды в день в течение как минимум двух недель. Самое главное 72 часа, то есть после 72-х часов уже АА бежать, получать, эффективность будет маленькая. Первое, потом кровь сдается в центре и второе, обязательно наблюдение у невропатолога измерения температуры. Потому что были случаи, когда человек получает иммуноглобулин и у него все равно, несмотря на это, развивается энцефалит. Энцефалитом занимаются уже в дальнейшем невропатологи. Лечение также его с сыворотками. Человек был в горах, он должен после того, как он был, вот сейчас начинается апрель потепление, особенно май, когда все наши люди, граждане любят на природу ездить, шашлыки и так далее. В первую очередь это надо после таких мероприятий, то есть поездок, это надо полностью, чтобы самому себя осмотреть и также попросить кого-то, чтобы, ну, из членов семьи, чтобы посмотрели. Наиболее частая локализация, то есть клещи, они любят такие, так скажем, теплые места, это ближе к подмышечной области, паховой области, то есть подколенная область, волосистая часть головы. Ну, опять же, есть так, чтобы не было щелей между одеждой. То есть максимально такая специальная одежда, да, желательно трико заправлять носки, как бы это смешно ни звучало, но чтобы вот именно, потому что клещ, он когда кусает, он безболезненно кусает. Если, допустим, сравнить с укусом комара, он когда человек чувствует, а клеща он не чувствует. То есть в 80% случаев это случайная находка. Человек пошел в душ в горах и он обнаруживает у себя клеща, он его не чувствует, как он укусил. Спасибо.